В октябре камерный хор областной филармонии будет отмечать 35-летие со дня своего основания. О том, как идет подготовка к большому юбилейному концерту, расскажет наши гости. Присоединяйтесь к диалогу. Елена Константиновна Соколова. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь. Художественный руководитель и главный дирижер камерного хора Гомельской областной филармонии. В 1979 году окончила консерваторию имени Глинки в Нижнем Новгороде. После окончания учебы приехала в Гомель, где работала главным дирижером ансамбля песни и танца под руководством народного артиста БССР Александра Рыбальченко. Преподавателем в музыкальном колледже имени Соколовского. С 1989 года является художественным руководителем и главным дирижером камерного хора Гомельской областной филармонии. Многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство Елены Соколовой многократно отмечались на самых высоких уровнях почетными знаками и грамотами. Она является обладательницей медали Франциска Скорины, а также медали Гомельской епархии Белорусской православной церкви в честь преподобной манефы Гомельской. За значительный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций в июле 2014 года указом президента Республики Беларусь, Елене Соколовой присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь». На вопросы, которые касаются деятельности камерного хора Гомельской областной филармонии, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Елена Константиновна. Добрый день, Ольга. Добрый день, наши телезрители. Елена Константиновна, спасибо большое, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам. Я поздравляю вас с вашим большим праздником, днем рождения, который вы отмечали накануне. Спасибо. Елена Константиновна, на день рождения принято загадывать желание. У вас есть такие мечты, которые пока еще не осуществились почему-то? Конечно, как у каждого человека. Я мечтаю побывать на Святой Земле, лично я. А что касается нашей деятельности с камерным хором, это, конечно же, интересные гастроли, интересные поездки, где мы получаем большой заряд энергии и восхищаемся тем, что мы видим. Искренне вам желаю скорейшего осуществления всего, что вы задумали. Спасибо. Люди творческих профессий обычно очень рано чувствуют свою будущую судьбу. Вы еще в детстве решили, что посвятите себя музыке? В детстве как раз я и не решила этого, потому что я хотела быть врачом. Но у меня был хороший слух, хорошие способности музыкальные. Моя мама, она была врач, она, конечно же, подумала о том, что музыкальное образование для меня важно. Тем более, что мой дед Константин Иванович, который жил в Иваново, он был управляющей текстильной фабрикой, и имел в Плёсе дом, большой на берегу Волги, он очень любил музыку. У него были пластинки с записями духовной музыки, классической музыки. И, наверное, вот эта страсть к музыке перешла, наверное, ко мне, может быть, даже по генам. И вы ведь шли целенаправленно в консерваторию на факультет оперного дирижирования. Довольно необычный выбор для молодой девушки, как мне кажется, свидетельство необычно сильного характера. У вас не было сомнений в выборе главной стези? Я выбрала эту профессию и целенаправленно поступала в консерваторию в Нижнем Новгороде, только потому что в этот год приехал мне молодой дирижер симфонический Виктор Алексеевич Куржавский. И я хотела попасть в класс этого дирижера прекрасного. Мне это удалось. Я поступила сразу через три экзамена. У меня был диплом с отличием, и я выбирала сама преподавателя. Для чего мне это надо? Потому что очень важно ремесло, профессия. И чтобы эту профессию можно было получить у знаменитого, у очень профессионального педагога и дирижера. Вот поэтому я попала на факультет оперного дирижирования. Какие качества важны для этой профессии, как вы считаете? Конечно, огромное самообладание, сила воли, нужна дирижерская техника, чтобы стать дирижером настоящим. Я думаю, чтобы представить свой коллектив, может быть, даже на самом высоком уровне, а также за рубежом. Елена Константиновна, вы помните, как вам предложили возглавить хор? Ведь это была такая величайшая ответственность. Первый коллектив подобного жанра в Беларуси. А годы были очень сложные. Я прекрасно помню этот день. Это было в июне 1989 года, когда в мой дом постучали, и зашел начальник управления культуры Олег Моисеенко, Олег Романович и директор филармонии. Они предложили мне стать дирижером. Прошло уже 8 лет со дня основания камерного хора. И за эти годы уже поменялось несколько дирижеров. Это нехорошо складывалось, и я думаю, что это было совсем не полезно для певцов. Вот так я попала в Гомельскую областную филармонию. Спасибо, Елена Константиновна. У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Очень приятно вас слушать и на вас смотреть. Спасибо. И вот мой вопрос такой. Хочу поинтересоваться, можно ли стать участником вашего коллектива, не имея специального хорового образования? Имея просто обычную музыкальную школу с классом хоровым? И если можно, то как это можно сделать? Просто от природы, например, есть голос и... Спасибо большое, Елена. Спасибо. Очень интересный вопрос. Елена Константиновна. Я вас прекрасно понимаю, но этого недостаточно для того, чтобы стать профессиональным певцом. Конечно, надо необходимо музыкальное образование. Тем более, что у нас камерный хор, у нас не так-то и много штатных единиц для того, чтобы можно было вот всех желающих, которые хотят у нас петь, принять к нам на работу. К сожалению, наверное, это пока невозможно. Елена Константиновна, давайте продолжим нашу беседу. Вы говорили о тех временах, когда только начинали работать с хором. Каково вам было управляться с коллективом, где многие исполнители были и старше, и опытнее? Помните чувства? Я это помню, конечно. Было очень трудно, потому что к замечаниям относились недоброжелательно, а замечания были именно по работе. Я хочу еще напомнить, вспомнить имя Николая Павловича Соколова, моего мужа, который, к сожалению, давно уже ушел из жизни. И вот именно в последние три года его жизни, когда я стала работать в филармонии, огромная была поддержка, моральная, именно шла от Николая Павловича Соколова. Мало того, он делал еще прекрасные обработки, он видел состав нашего хора, как бы для нашего хора делал специальные обработки. Писал музыку, я очень благодарна ему за это, всегда вспоминаю его добрым словом. Конечно, с такой поддержкой, наверное, все было по плечу и все было преодолимо. А что вы знаете о камерном хоре областной филармонии? Ответы Гомельчан на этот вопрос наших корреспондентов дали в рубрике «Есть мнение». Я согласна с тем, что он есть, что он существует, что это заслуженный коллектив все-таки. И, ну, как бы в этом плане равных-то их нет. У нас больше сейчас все солистов, ансамблей такие, которые зачастую исполняют практически одни и те же песни. Нет, я была на ее концертах с Соколовой и очень оставалась всегда довольной. С удовольствием смотрела, слушала и радовалась, что в Гомеле существует именно вот этот вот ее коллектив. Вот я немножко, может, уйду от хора в далекие, уже теперь очень далекие времена. Если вы Гомельчане, но вы молодые, не помните, была такая и Конникова, музыковед. Были, вот я забыла некоторых певцов, в школах были даже лектории музыкальные. Куда приходила вот и Конникова, музыковед, приходили артисты, которые пели очень хорошие песни и прививали детям вкус. Хор Соколовой для меня вот лично, и я знаю вот, кто меня окружает, это тот хор, который нужен людям. И, может быть, это будет сейчас выглядеть смешно, но этот хор нужен в первую очередь молодежи, чтобы она приучалась к красивой музыке, к интеллигентному исполнению, ну и к элегантному руководителю хора. Нет, к сожалению, я не знаю. И никогда не были на концертах? А вот надо сходить, между прочим. На концерты не хожу, но по слухам знакомых из Соколовского и Сахастанья, говорят, что хорошо. А не хотите сходить на концерт? К сожалению, времени нет, но можно было бы сходить, развиваться. Я его только по телевизору, конечно, слушала и смотрела. Так, живьем нет. Можно было бы сходить, смотреть. Нужен такой хор Гумилю? Обязательно, мне кажется. Нашему Гумилю все надо. У нас город такой красивый. Мне кажется, надо. Бывала на концертах, вот, и мне очень нравится. Талантливые люди. И ансамбль, даже там моя знакомая, играет на скрипке. Вот. А часто бываете на концертах? Ну, не так часто, к сожалению, но бывает. По возможности, я работаю в школе, вернее, в гимназии номер 10. Мы даже с учениками тоже иногда ходим. Да, вы что, они же так прекрасно поют. Это вообще, их только слушать. Слушал бы, слушал и слушал. Ой, вообще, это вообще шикарная вещь. Я думаю, что они очень мало выступают. Вот, наоборот, как-то больше надо его рекламировать. Потому что это очень красивые... Ну, они, во-первых, это профессиональные там люди. Они уже действительно не просто так собрались. Они действительно от души поют. И, ну, просто отдыхаешь. И вообще, вещь очень хорошая. Настолько потом вот ты как-то погружаешься и думаешь совершенно о хорошем, о другом каком-то. Я слушала, ой, это вообще незабываемые вещи. Ну, только очень редко они выступают. Ну, дай бог им, чтобы руководители здоровьему и удачи. Мы продолжаем диалог. Говорим сегодня о камерном хоре областной филармонии. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу обратиться к Елене Константиновне. Пожалуйста. Она меня, скорее всего, не помнит. Ее работа в третьей музыкальной школе в Новобелеце. И когда-то она меня прослушала для того, чтобы пели песни ее мужа. И она мне сказала, что я очень талантливая девочка. Я ей очень благодарна за эти слова. Потом вселила в меня эту уверенность. И как-то вот, как-то было очень приятно. Я вам очень благодарна, Елена Константиновна. Дай бог вам всего-всего самого лучшего. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Как важно в жизни, чтобы кто-то отметил тебя, сказал, какая талантливая девочка. Вот и жизнь у человека сложилась талантлива. Благодаря вам. Спасибо. Продолжаем. Елена Константиновна, мы выслушали мнение гомельчан. Приходят люди на концерты? Кого видите в зале? Это очень разные люди. Я думаю, что многие, может быть, даже и впервые пришли на наш концерт. Но я всегда говорю о том, что настоящее, совершенное, и это понимают все. И не обязательно быть подготовленным к музыке, к концерту. Главное, это надо спеть прекрасную музыку. И красота найдет путь в сердца слушателей. Ирина Константиновна, я предлагаю вам взглянуть на процесс репетиций со стороны. Зрители, которые еще не были на концертах камерного хора, мы познакомим с коллективом. Внимание на экран. В начале три часа репетиции, потом еще около пяти часов самоподготовки. Каждый день у артистов камерного хора Гомельской областной филармонии расписан буквально по минутам. При том, что в последние дни рабочий график стал еще более напряженным. Коллектив готовится к юбилейному концерту. В этом году хор отмечает 35-летие. Правда, на этот раз начало репетиции немного задерживается. Сказываются транспортные проблемы областного центра. Художественный руководитель и главный дирижер Елена Соколова попала в дорожную пробку. Впрочем, долго отдохнуть у артистов не получается. Через несколько минут руководитель появляется в филармонии. Последующие несколько часов будут посвящены повторению пройденного. Юбилейный концерт должен приятно удивить зрителей. Всегда артисту хору это большая ответственность. Нагрузка большая, она ложится на голос. Потому как репертуар часто меняется. Берутся произведения, которые в камерном хоре поют, например, 24 человека. А это произведение по силам большого хора исполняет совсем небольшой коллектив. Камерный хор Гомельской областной филармонии основан заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. Он стал первым профессиональным коллективом подобного жанра в Беларуси. По словам музыкальных критиков, певческое искусство хора характеризуется высоким профессиональным уровнем и мастерством. А разнообразие репертуара сделало его широко известным не только в Гомельской области и Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Камерный хор – лауреат международных конкурсов. За время своего существования коллектив побывал во многих странах. Россия, Германия, Польша, Франции, Великобритании, Бельгии. Выступал в центральных залах Берлина и Гамбурга, Ганновера и Штутгарта, Варшавы. Эстрада нет, у них там своих хватает. Классическое, фольклор, романсы, духовная музыка. Там, да, это им нравится. Сегодня концертные программы камерного хора включают всю палитру хоровой музыки. Шедевры церковно-славянской духовной музыки, русская и зарубежная классика, вокально-хоровые миниатюры, произведения белорусских авторов, народные песни и старинные романсы, лучшие мировые джазовые композиции. Самое лучшее произведение зрители обязательно увидят на юбилейном концерте. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Работа с людьми предполагает, что все могут быть в разном настроении, все могут быть в разном состоянии духа, боевом или не очень. Но в целом могу сказать, что все-таки мы с коллегами чаще друг друга понимаем. Предюбилейные репетиции наверняка останутся в памяти артистов на всю жизнь. Не любить их просто невозможно. И не только потому, что это профессиональный опыт высочайшей пробы. По большому счету, каждая репетиция захватывающий художественный мини-спектакль, приносящий чувство удовлетворения от того, чем занимаешься. Возможно, это и есть самый большой подарок. Прежде всего, общение, каждое новое, что-нибудь открыть в прочтении нового произведения. Вот это в основном. Чтобы не было одноразового, однобока. Хочется чего-нибудь такого. Как оно получается, уже другой вопрос. Что нового. А новое, в принципе, каждый день. И в жизни, и в работе. Вы смотрите диалог у нас в гостях. Сегодня художественный руководитель и главный дирижер камерного хора областной филармонии Елена Соколова. У нас есть телефонный звонок на линии. Уважаемая Елена Константиновна, Гомельский государственный областной лицей приветствует вас. Спасибо. Мы очень любим вас, коллектив преподавателей и учащихся, ежегодно. Мы приглашаем гости к нам. С удовольствием слушаем вас. Желаем им здоровья. Вот такого энергетики, заряда творческого, какой есть у вас. Что можно пожелать человеку, такому, как вы? Наверное, самого-самого высокого полета в искусстве. Спасибо. Благодарю вас. Очень приятно слышать такие отзывы всегда. Елена Константиновна, я хотела бы о музыкальной программе концертной камерного хора поговорить. У вас есть предпочтения в выборе? С каким материалом вам легче работать и, может быть, интереснее работать? Ну, мы не стремимся к тому, чтобы нам было легко. И, конечно же, основное – это у нас классика. Классика от слова «классику» с латинского – «образец». Именно эти произведения живут уже долгое время. Более 500 лет, 400 лет живут. Значит, это действительно образец. Я желаю, чтобы наша молодежь знала эту музыку, классику. Потому что именно на этом строится вся духовность человека, на классике. Это история, культура, это живопись, это литература. Если молодое поколение этого не будет знать, оно не будет отличаться от каких-то, может быть, очень простых таких людей, которые совершенно безграмотны. Но самое страшное, что вот сейчас безкультурия и безграмотность становятся нормой жизни. Люди не стремятся к этому. А вот искусство, с которым мы связаны, – это удел не большинства людей, а меньшинства, к сожалению. Я думаю, что это изменится в дальнейшем. У вас есть любимый композитор? Я не могу сказать, что у меня есть любимый композитор, чтобы не обидеть других композиторов. Я очень люблю музыку Чайковского, Рахманинова, Глинки, конечно же, Бортнянского, Березовского, Чеснокова – это уже духовные композиторы. Шопена, Шуберта – прекрасные произведения хоровые. Конечно же, Виктора Калиникова – это тоже мой один из любимых композиторов, который писал только для хора. И писал хоровые романсы. А из наших современников у вас есть авторитет в музыкальном искусстве? У меня есть авторитет. Это Владимир Минин, главный дирижер камерного хора Москвы. У меня есть авторитет – это мой преподаватель Виктор Алексеевич Курзавский, который сейчас гастролирует по всему миру, дирижирует в Париже, Вене. А также Юрий Кимирканов и Владимир Спиваков, с которым мы вместе учились в консерватории в Нижнем Новгороде на одном факультете. Спасибо большое, Елена Константиновна. К нам присоединяется наш очередной телезритель, который дозвонился. Здравствуйте, пожалуйста. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. У меня и слова благодарности, и вопрос небольшой. Значит, слова благодарности в том, что благодаря именно хору мы широко известны не только в своей республике и в России, но и за рубежом. И за это огромный низкий поклон и руководителю, и всем артистам. А вопрос касается, может быть, такого спорного момента, был полонез прощения с родиной Агинского. И вы пели его на вокализе «Ля-ля-ля». И вот, на мой взгляд, получилось как-то немножко легкомысленным, вроде бы, для такого известного для нас ищемящего произведения, такие простые слова. Может быть, стоило сделать какую-то другую вокальную основу? Извините, спасибо. Если можно, ответьте. Я отвечу вам. Дело в том, что это инструментальная музыка, и когда идет постановка, подставляется текст, он, может быть, не всегда соответствует. Это первое. Но второе, может быть, даже, как вам сказать, может быть, немножко отработать еще это произведение, согласно с вами. Может быть, спеть его с закрытым томом, возможно. Но, по крайней мере, это должен быть вокалист, потому что, как я еще раз повторяюсь, это инструментальное произведение. Спасибо. Дорогие друзья, присоединяйтесь к диалогу. 77-68-45, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Елена Константиновна, можете ли вы сказать, что камерный хор – это коллектив сплоченный? Как работают вместе люди, каждый из которых полноценная творческая единица, каждый из которых талантлив и наверняка возникают какие-то неизбежные противоречия в этой работе, очень творческой. Как справляетесь с этим? Это не так легко, но и не сложно. Конечно же, все люди разные, но объединяет их общее пение. И свое личное «я» растворяется уже во многих «я» и превращается в мощнейшее оружие, средство именно донесения вот той музыки, которую мы исполняем. Я хочу сказать, что всегда можно достичь чего угодно тем, что очень благожелательно относиться к своим подчиненным. Я думаю, что даже самое справедливое замечание, которое может дать дирижер, сказанное каким-то не таким тоном, несоответствующе, нервозно, унижает артиста и вместо того, чтобы получить пользу, получается вред. Поэтому стараемся всегда найти общее решение, поговорить. Это наш диалог всегда с артистами. Я думаю, что это не так-то сложно. Просто надо забыть о том, что ты вот руководитель твое, я самое главное. Я думаю, надо всегда договариваться и всегда объяснить так, чтобы человек понял. Ох, это очень сложно. Это сложно. Порой. А был ли единодушен коллектив, когда вы делали выбор в пользу духовной музыки? Вы говорите о том, что это сокровище, которое нельзя скрывать от людей. Но не так много людей, которые действительно способны ее понять и прочувствовать. Вы ее отстаивали даже в те времена, когда исполнять духовную музыку, мягко говоря, было не принято. В те времена ваши коллеги вас поддержали в этом выборе? Обычно я приношу произведение, которое играю, и мои коллеги его слушают. Я спрашиваю, вам нравится это произведение? Можем мы сделать из него шедевр? Значит, да, нам нравится. Но тогда мы начинаем работу над ним. Понимаете, это не должно быть диктатом. Вот я сказала, значит, будем петь это. Это я не люблю в моей работе. А что касается духовной музыки, да, действительно, в конце 80-х годов эта музыка была не принята. Вот ее не исполняли более 70 лет. Но это шедевры церковной славянской музыки, духовной музыки. Однажды я имела разговор с чиновником из горкома партии, который спросил меня, «Я удивлен, вы что, поете церковную музыку?» Я ему сказала, что это шедевры славянской духовной музыки. Он немножечко помолчал и сказал, ну что ж, пойте. Вы знаете, ни с чем не сравнимое эмоциональное воздействие, энергетика, которая исходит от этой музыки, она просто невозможна ничем это оценить. И вот порой, когда мы исполняем произведение духовной музыки, я чувствую это по нашим слушателям. Потому что многие никогда не слышали такую музыку. Но я, как уже сказала, что перед совершенством, перед красотой не может никто устоять. Поэтому я часто, оборачиваясь на аплодисменты, вижу глаза моих слушателей, и многие не скрывают слез. Это очень важно. Потому что если человек уходит опустошенный с концерта, ничего не получивший для своей души, я считаю, что этот концерт мне удался, и что моя работа совершенно напрасна. Ваша работа очень высоко оценена в мире, потому что камерный хор областной филармонии – это одна из визитных карточек порческих. Города Гомеля вас знают, вас приглашают на гастроли. Иногда говорят о том, что как раз хоровым коллективам проще выступать на Западе, потому что там более сильные хоровые традиции, там проходят крупнейшие фестивали. Так ли это, вот по вашим ощущениям, более ли отзывчив там зритель и слушатель? Это огромная ответственность – быть визитной карточкой города Гомеля и Белоруссии. Потому что мы представляем свое искусство. И за рубежом – России, Украине, Эстонии, Литве, Германии, Польше – вот эти страны, в которых мы были. Я думаю, что то умение показать на потрясающей высоте именно камерную музыку, я считаю это достоинством большим. Вы еще спросили о том, о чем… Более ли отзывчив слушатель принимают ли там и понимают ли, может быть, лучше? Там очень принимают камерную музыку. Просат нас всегда, чтобы мы пели обязательно духовную музыку. Старинные романсы, народные песни – это вот самое главное, что просят. Потому что западноевропейская музыка у них звучит всегда и в прекрасном исполнении. Ну и джаз тоже, и эстрада. Но вот именно наша музыка, православная музыка, всегда восхищает. Однажды ко мне подошел в Гамбурге один человек, дирижер, он сказал, мы тоже поем то, что вы сегодня пели, вот Рахманинова произведения, но почему у нас никто не плачет в зале? Почему? Я говорю, может быть, наверное, нужно родиться русским, православным. Потому что вот эта вот сила огромная, которую я ощущаю, когда мы поем именно эту музыку. Вы понимаете? Человек, который стоит, дирижирует, у него вся спина мокрая. А что? Это от этого вот напряжения, от того, что такая энергетика идет. Это диалог с Всевышним, потому что по-другому не может быть. Мне кажется, и у нас хоровые традиции начинают развиваться. Какие впечатления у вас остались от хорового вечи? Самые прекрасные. Я очень счастлива, что в Белоруссии наконец-то появился такой вот праздник, когда поют все хоры. Обычно это в Прибалтике были праздники, песни. Я была очень восхищена. Это были профессиональные хоры города Минска, из Могилева, консерватории хор. Конечно же, были народные хоры, тоже представительные, и детские хоры. Представьте себе, более тысячи человек, которые поют все вместе. Это потрясение. И меня потряс очень отец Федор, настоятель храма и Дома Милосердия, который великолепно сказал об этом, что когда поет такое количество людей, поет такую музыку, вашим первым слушателем является Господь Бог. И я в этом с Ним полностью согласна. Я надеюсь, что это будет развиваться традиция. И думаю, что Беларусь сможет продолжать эту традицию. Именно хоровые концерты. Будут к нам приезжать уже из-за рубежа и из Запада в том числе. Выступление всегда большая ответственность, всегда большое напряжение эмоциональное. И, наверное, вдвойне, если это конкурс, за вот такие выступления конкурсные очень переживаете или стараетесь, в общем-то, к этому относиться как просто к концерту? Я волнуюсь. Но я не могу сказать, что я переживаю. Я себе просто это не позволяю и не разрешаю. Потому что от дирижера зависит, наверное, 70% успеха. От его собранности, от его воли, от его умения показать свой коллектив в самом лучшем, высоком виде. Какая победа была самой желанной для вас, самой ценной? Было такое? Такое было. Это было в 2006 году на юбилейном 25-м конкурсе православной церковной музыки, который проходил в Польше. Чем он был необычен? Тем, что участвовали только коллективы, которые получили первую премию за вот эти 25 лет. Представьте себе, как говорят, молодец среди овец, да? А тут все получили, все на таком же уровне, как и ты. И представьте себе, что из 25 хоров, которые прозвучали, мы получили второе место. А первое место было дано не камерному хору, а оперному хору, театру оперы и балета Казахстана. Поэтому среди камерных хоров мы были как бы впереди. Мы были очень удивлены этому, но впечатления были очень сильные у нас. Вот такой был конкурс. И еще был у нас один конкурс, очень интересный, который проходил в Таллине. Он был посвящен 200-летию со дня рождения Гавриила Ломакина. Это потрясающий русский композитор, имя его неизвестно в Белоруссии. И вот именно этому дирижеру и композитору посвящался конкурс 200-летию со дня рождения. Там мы исполняли тоже его произведения. И там жюри было очень как бы немножечко к нам непредвзято относились. Но говорили, что между нами прохладные отношения. Мне это говорили в лицо. Как вы приехали? Какие вы молодцы! Какие вы смелые! Вы приехали в Таллин. Ну вообще-то между нашими странами вот такие отношения, такие можно, как я уже сказала. Вы знаете что? А сила искусства, она оказалась сильнее всех предположений. Нам дали третье место среди всех хоров. Мы были очень счастливы. Елена Константиновна, я желаю, чтобы вот этих моментов триумфа, этих эмоций и восторга было еще очень много в вашей творческой жизни. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как идет подготовка к юбилейному концерту? Я понимаю, что, конечно же, всего вы нам открывать сегодня не станете. Это, наверное, справедливо. Но все так немножко занавес приподнимите. Я очень благодарна Камерному оркестру Гомельской областной филармонии, народной артистке Беларуси Галине Павленок, которая откликнулась тоже, и решила принять участие, согласилась принять участие. А также Виталию Фомину, солисту нашей филармонии, пианисту, они тоже будут участвовать в концерте. Это будет музыка мира. Это лучшие произведения, образцы и духовной музыки, и классики. И будут некоторые вещи, которые я сама не знаю. Мне сказали, что будет очень много сюрпризов на этом концерте. Меня это радует. Я надеюсь, что все мои артисты будут здоровы. Потому что состав у нас не настолько большой, чтобы можно было не участвовать одному-двум певцам, и чтобы это не сказалось на общем звучании. Это сказывается. Камерный хор, он не очень большой по количеству. Я надеюсь, что и те, которые слышат сегодня нашу слушательную передачу, они придут на этот концерт. Я думаю, что порадует любого слушателя, который будет на нашем юбилейном концерте. А вам я очень благодарна, что вы оказали мне честь, пригласили меня сегодня на передачу. Благодарю вас. Обязательно телерадиокомпания «Гумель» будет на концерте и будет его освещать. И я надеюсь, что наши телезрители увидят, те, кто по какой-то причине не смогут прийти на концерт. И такие же эмоции им удастся испытать. Елена Константиновна, еще есть у нас две минутки до окончания программы. Поделитесь, пожалуйста, планами на новый музыкальный сезон, который традиционно стартует в День музыки в начале октября. Я хочу сказать, что своих планов некоторых я сейчас не буду открывать, потому что бывает все в жизни. Не будем загадывать. Но планы у нас есть. И в том числе и гастрольные такие намеки, наметки. А то, что я могу озвучить, это на Рождество у нас будет тоже концерт с камерным оркестром. Мы будем исполнять Моцарта Мессу Бревис с солистами, с оркестром, с камерным хором целиком, не фрагментами. Конечно же, великолепную музыку и сыграет и камерный оркестр, и мы споем. Я хочу на следующий год сделать программу джазовой музыки и, конечно, классической эстрады. Вы знаете, когда мы в Таллине после конкурса спели несколько произведений джаза, были удивлены все, потому что так было сказано такое мнение. Как? После того, что вы пели, вы еще и такое можете петь? Поэтому для меня это важно. Показать как можно больше палитру исполнений, произведений. И мы, я думаю, будем делать полнометражную такую вот программу именно джаза классического эстрады. Спасибо огромное. Время пролетело совершенно незаметно для меня сегодня. Спасибо вам за такой интересный диалог. Я думаю, что для тех наших зрителей, которые еще не были на концертах, не знакомы с камерным хором, мы открыли эту величину. И я думаю, что прибавится у вас зрителей и слушателей. Спасибо. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова